итак здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на канал секреты outlook сегодня мы поговорим с вами о такой важной теме как шаблоны и рассылки очень волнующая многих тема я расскажу вам о том как оперировать шаблонами и как их использовать для рассылок и начнем мы шаблонов вот как вы видите я заготовил такое письмо в котором есть размеченный текст а точнее это табличка в которой вставлена картиночка и сделаны сделан текст и даны две ссылки как работать с табличками оформлять текст и вставлять картинки вы можете посмотреть в предыдущих роликах вот здесь вот подсказочка сейчас будет а сейчас я просто расскажу вам для чего нужны шаблоны и как с ними обращаться и так вот мы оформили такую же недельную рассылку по жжд это какие-то например жуковские железные дороги и хотим сделать так чтобы нам не приходилось каждый раз этот текст данного оформлять мы могли бы открывать готовый шаблон и отправлять эту рассылку может быть меняя какой-то текст или изменяя здесь вот ссылки на отчеты или добавляя какую-то контактную информацию любую информацию после того как мы заготовили текст мы можем сделать что мы можем вписать сюда тему письма вот вы видите вписана тема и так также добавить обязательно поле скрытые копия потому что все рассылки лучше всего всегда делать используя именно скрытую копию то есть вот это поле куда вставляются адреса получателей с тем чтобы при пересылке или ответах не создавалось большой простыни адресов и для того чтобы получатели не видели кому еще отправлено сообщение это хорошая тема вот этот поле скрытые копии чтобы включить его нужно перейти параметры и нажать с к и появится вот этот поле скрытые копии например добавьте давайте добавим сюда пупкина нашего любимого контрол к нажмем у нас есть александр пупкин и давайте добавим завалдайского контрол к евгений завалдайский вот мы заготовили такое письмо который будет уходить двум людям здесь вот например можно написать такое сообщение никого сюда не добавлять чтобы никакие адреса сюда не вставлялись и собственно и сюда тоже почему нет вот тоже здесь такое пишем вот у нас появился появилась готовые такое вот шаблонное письмо который мы хотим сохранить и использовать в будущем как там сделать правильно это сохранение здесь речь пойдет о двух форматах есть шаблон письма outlook а есть собственно говоря формат самого письма может быть вы знаете что письмо можно сохранить в двух разных форматах на самом деле в большем количестве форматов но в основном два всем пойдем файл сохранить как мы увидим что здесь есть формат сообщение outlook unicode кстати вот здесь вот не видны расширения это бы хорошая была бы тема надо их включить давайте пойдемте включим чтобы видеть расширение файлов на закладке вид в проводнике в параметрах закладка вид промотаем вниз здесь есть скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов включим это чтобы они не скрывались вот если мы снова попробуем сохранить это письмо сохранить как мы увидим что здесь есть вот . msg до . msg давайте попробуем сохранить это письмо как просто письмо на рабочем столе на нашем сохранили а также давайте попробуем все таки сделать по правильному то есть сохранить это письмо как шаблон outlook .oft так называемый как вы видите outlook изменил папку на по умолчанию на microsoft шаблоны то есть это специальный путь где он держит вообще все шаблоны нам это не очень удобно потому что потом этот шаблон будем долго искать и не найдем мы лучше его поместим удобную для нас папку в данном случае просто на десктоп а вообще говоря вы можете для себя завести любую папку для шаблонов и туда их сохранять и так вот мы сохранили это письмо в виде шаблона и в виде обычного письма я не боясь его закрываю и даже говорю что не надо сохранять изменения потому что у меня есть два файлика вот они два файлика да у меня есть файл . msg и файл .oft чем же они отличаются если мы нажмем на письмо . msg то просто откроется ваше письмо которое вы можете отправить меня здесь что-то форматировать но если вы например что-то измените и нажмете сохранить и потом закроете то вы увидите что ваш как бы шаблон уже изменился и здесь есть двоечка а вам бы этого не хотелось то есть ваш шаблон уже изменен и поэтому неправильно так делать оперировать именно msg файлами поэтому я вам рекомендую так не делать и удалим это давайте письмо а вот если вы нажмете на файл .oft то на основании этого шаблона создастся новое совершенно девственно чистое письмо в котором можно что-то дописывать добавлять менять удалять и тем тем самым меняя это как надо но при этом исходный шаблон не будет затронут давайте мы сделаем так что сохраним изменения он где-то там сохранился мы не знаем где а теперь откроем снова of the шаблон вы видите что шаблон остался неизменным вот в чем основная фишка собственно говоря этих шаблонов теперь пару слов про то что касается рассылок и пару полезных слов об этом есть очень интересная тема касающиеся ответов на вот эти вот рассылки поскольку эти рассылки могут отправляться от какого-то группового ящика от какого-то адреса который делает рассылки пользователям есть большое желание получив такое письмо нажать ответ и ответить тому кто его отправил иногда это бывает не очень удобно для этого существует очень хорошие интересные тема направлять ответы в если зайти на закладку параметры и нажать направлять ответы в вы увидите что здесь вот стоит мой email адрес на самом деле я бы не хотел чтобы не по рассылкам кто-то что-то отвечал поэтому здесь можно стереть этот адрес и выбрать другое имя например сказать что а по этим вопросом по рассылкам если у кого будут вопросы отправлять вот аристарху дмитрий его лучше это очень правильная тема и хороший момент для того чтобы изменить ответы по рассылкам например когда служба поддержки рассылает какие-то рассылки или вообще говоря тот адрес который предназначен только для рассылок чтобы на него не сыпались обратно беспорядочные ответы еще раз давайте напомню вам вам нужно заготовить сообщение с каким-то текстом вписать получателей или не вписывать их например можно добавить такую фразу вписать получателей сюда и в таком виде можно сохранить этот шаблон как шаблон собственно говоря не забудьте выбрать здесь уфт и поменять поменять расположение шаблона на какую-то правильную папку например давайте сделаем папку шаблоны и сохраним моего суда вот после это можете спокойненько закрывать можно сохранять можно не сохранять это уже неважно удалим вот этот шаблон и увидим что в папке шаблоны у нас есть готовый шаблон . ft щелкая по которому мы всегда получаем результат щелкой по которым опять создается новое письмо и можно еще раз сделать она создастся еще раз то есть вот видите их насоздавалось уже два то есть шаблон работает именно так вы сделали для себя несколько шаблонов и больше не паритесь о том что вам заранее нужно что-то заполнять каждый раз вы просто щелкайте по шаблону и делайте ваши рассылки или отправляйте письма которые вы отправляете вашим получателям регулярно не набирая заново текст и не оформляя его на этом на сегодня все спасибо вам что смотрели подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите на колокольчик пишите комментарии о чем вам еще рассказать рад был с вами пообщаться всего доброго